Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Алло! Донбасс? Субтитры делал DimaTorzok Привет! Привет! Что? Вышел нормально? Ну, отказали там в артиллерии, все! Падай, поехали! Все, девочки! Вышли они, блин, без стрельбы! Пацаны под уставщика! Без паники! Разворачиваемся, забираем Донбасс! Короче, был вход от медики! Вот тут вот мы вас сейчас будем высаживать! Пошли! Ти-а-э-э-э! Да! Городим! 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 объединял спорт ну там костяк с этого корпуса это спортсмены ребята мады спортом есть титулованные ребята я имею на единоборство нас это объединяло потом харькове когда она стала неспокойно начались короче массовые беспорядки там российские активисты начали выходить мы объединились да и сначала не было никакого названия а потом так как-то приняли решение 16 марта мы короче у нас будет вот как мы существуем у меня жена до войны я был младший научный сотрудник по образованию на общественных дорогах и аэродрома ну а по стране олежка у нас был на майдане изначально что мы пришли бороться за наше будущее будущее наших детей за само существование нашего народа я его зовут в той жизни был бизнесменов я магазин был в том война я пошел воевать все просто то мне кажется мы здесь оставь отстаиваем само право жить так как мы хотим в россии по-моему забыли что такое свобода свобода вот здесь а мы еще помним и мы не хотим жить в том строе который заставляет нас забывать мне интересно посмотреть в лицо генералом российским которые хотелось посмотреть и увидеть там хоть в проблеск вот такой маленький вот такой совести то что они пришли воевать не против карателей каких-то палачей хунты это не там и могут рассказывать там вся страна макароны уже суши собирать устава они сами это прекрасно понимают что не тупо пришли завоевывать соседние государства невзирая на гибнущее мирное население уничтожаем экономику инфраструктуру именно это плевать меня зовут артем занимался так бы как говорили предыдущие прошлой жизни спортом под руководством николая вот сейчас такое нелегкое время что хочется пойти на фронт со своей братвой но ситуация наша бюрократия не позволяет мне этого пойти до сих пор не официально здесь борюсь в прокуратуре пишу письма что взяли мили в армию чтобы быть годным с хитном корпусу у меня на башке паспорта три зубы и этим все сказано на войне мы уже сколько месяца еще нет приехали здесь некоторые ребята у нас были в зоне а то некоторые там есть ребята ветераны афганистана но мужчины а тот коллектив который прибыл весь как бы обкатывается здесь непосредственно в харькове прошли подготовку тренировались как все уландские у нас оформилась человек 50 оформляется еще человек 50 сюда 50 человек выдвинулась в сектор и приказу министра здесь мы входим в состав полка азов рекомендированных полк азов приехали сюда и потихонечку начали с того что начали патрулировать город стоять на мостах на каких-то стратегических объектов после этого первая наша боевая операция это широкий на держали оборону на лодочке на лодочке стой стой перверк победный перверк это мы прошли квест короче почему это перемирие вчера ночью началось час дня нас уже отстреляли вот 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 планет тем кто подписывает короче какие вот перемирия хотим передать привет всего подразделения нам очень нравятся такие перемирия в общем ребята слава Украине героям слава корень это вот наши традиции то есть это основное вот они короче никто за 23 года этого не делал сейчас кучка людей там это добровольческие подразделения это делают вот они идут по зову сердца они поддерживают традиции нашего народа восстанавливают историческую справедливость и пытаются вот в тяжелый час для нашей страны сохранить ценой своей жизни сохранить территориальную целостность независимое государство оставить конституционный строн устроить там пана президента и так далее но что то все наши политики вот люди материалисты да и в том числе и в правительстве не все но в частности много материалистов у них материалистический склад ума моя хата с краю ничего не знаю почему народ тогда поднялся на бандание и мы в принципе в Харькове поднялись против этой всей ну как это назвать так чтобы не заругаться против этой всей несправедливости назовем это так честно можно было дома сидеть там телевизор смотреть и запивать сытный обед ароматным чаем запивать сытный обед ароматным чаем но ребята объединились и прибыли сюда здесь все харьковчане ну один парень из Днепропетровска именно приехал устроился в подразделение и ему просто нравится наша идея потому что мы как бы позиционируем себя и традиции подразделения то есть времен украинского казахства то есть мы к этому стремимся и если когда-то мы возродим святую сечь то сечь само слово говорит о многом мы будем сечь 1 2 3 Володя привет Володя